Когда ее нашли мертвой, ей было всего ничего, 31 год, и была она женой вождя всех народов, Надежда Аллилуева. Будучи на 22 года младше Иосифа Джугашвили, она была его второй женой, и о причинах ее кончины входит немало легенд и предположений. Начиная с той, что благоверный сам ее застрелил в силу политических расхождений, до той, что молодая женщина выстрелила, узнав, что у Сталина был роман с ее матерью, и она его дочь. Была даже такая сложная мелодраматическая версия. Из писем последних лет. Аллилуева, Сталину. Рассказывает, что ты очень плохо выглядишь. По этому случаю на меня напали молотовы, с упреками. Как же это и могла оставить тебя одного? Я объяснила свой отъезд занятиями, по существу это, конечно же, не так. Это лето и не чувствовало, что тебе будет приятно продление моего отъезда, а наоборот. Оставаться же с таким настроением, конечно, не было смысла. Ответь, если не очень доволен, будешь моим письмом, а впрочем, как хочешь. Целую, Надя. Сталин Аллилуевой. Татька, попрекнуть тебя в чем-либо насчет заботы во мне могут лишь люди, не знающие дело. Что касается твоего предположения насчет нежелательности твоего пребывания в Сочи, то твои попреки так же несправедливы, как несправедливы попреки молотовых в отношении тебя. Целую крепко. Твой Иосиф. Аллилуева, Сталина. Что-то от тебя никаких вестей. Наверное, путешествие на Перепилов увлекло или просто лень писать. О тебе я слышала от молодой интересной женщины, что ты выглядишь великолепно. Сталин Аллилуевой. Татька. Ты что-то в последнее время начинаешь меня хвалить. Что это значит? Живу неплохо. Ожидаю лучшего. Ты намекаешь на какие-то мои поездки. Сообщаю, что никуда не ездил и ездить не собираюсь. Целую очень много, крепко. Твой Иосиф. Ревность. Именно ее считал причиной самоубийства молотов. Писал о ней и Никита Хрущев в своих воспоминаниях. Писал о том, что после празднования 15-й годовщины революции Сталин не приехал домой. А когда Надежда позвонила на дачу в Зубалово, ей ответили, что Сталин в обществе женщины. Ею могла быть певица Большого театра Веры Давыдова. Для которой, по слухам, был даже построен зимний театр в Сочи. И которая спустя годы не устояла перед обаянием маршала Тухачевского. По некоторым свидетельствам, это и было причиной гнева вождя и последовавшая за ним расстрела маршала революции. Но вот что доподлинно известно из воспоминаний Светланы Эллилуевой. Перед смертью Сталин часто упоминал, что Надежда незадолго до гибели прочитала поганую княжонку. Это было одно из сочинений Дмитриевского, беглого советского дипломата. Где впервые было со всех жестокой правдой рассказано о зверствах в Царицыне, в Польше, подавлении кронштадтского мятежа. И задолго до репрессий была показана чудовищность натуры Сталина. А его жена, как тихая соучастница всех зверств. И уж совсем известный факт, когда на упомянутом уже вечере в честь 15-летия октября Сталин крикнул жене через стол «Эй, ты, пей!». Она встала и сказала «Я тебе не эй!» и вышла. Именно в ту ночь ее и не стало. По кремлевским легендам Сталин позже часто будет наведываться к могиле своей супруги. О чем он думал в те минуты, мы гадать не будем.